В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Современному школьному преподавателю мало хорошо знать свой предмет и уметь его объяснить. Необходимо заинтересовать детей, выработать свой метод общения со школьниками и, пожалуй, постоянно удивлять их, Насколько хорошо преподаватели справляются с подобными задачами, прекрасно показывает конкурс «Учитель года». У нас в гостях победитель регионального этапа Елена Викторовна Пичугина. Давайте начнем с того, какой предмет вы преподаете, как давно вы это делаете. Я преподаю историю общества знания с января 1997 года. Прямо четко, сразу видно, что конкурс удался. Да, четко, да, потому что несколько раз приходилось это вспоминать. И до этого я, в общем-то, образование имела немножечко другое, тоже педагогическое, но учитель начальных классов. В 92-м году закончила Рязанское педагогическое училище. Разница-то есть на самом деле. Сейчас гораздо все серьезнее. И самое главное – объяснить не то, что ученик что-то должен знать, а то, зачем ему это надо, где он это может применить. Трудности с этим у вас возникают? А именно это мы стараемся сделать, объяснить ученикам, зачем нужна та информация, те знания, которые мы даем ему изо дня в день. И если я научила своих детей искать информацию, пользоваться ею, применять, я считаю, что я свое дело делаю хорошо. А где полезен ваш предмет? Ну, чтобы так было понятно. Кажется, что гуманитарные предметы, они немножечко отходят сейчас на второй план. Хотя, учитывая современные реалии, когда человек должен ориентироваться в пространстве и времени хорошо говорить, оно, казалось бы, наоборот. Ну, давайте с вами начнем с того, что предмет общества знаний из 40 учеников не сдает только 7. Поздравляю. Это не только у меня. Я уверена, что это по всем школам России, поскольку общество знания является профильным предметом практически во все вузы. К сожалению, история не так популярна, но, тем не менее, тоже есть дети, которые сдают этот экзамен для поступления в высшее учебное заведение. Вот мне и моим коллегам показалось, что учебники сейчас сильно изменились. Это действительно так, скажите нам, как преподаватель? Вот за время, что вы преподаете, есть какая-то глобальная заметная разница? Если раньше учебники только содержали голую информацию, ну, и были некоторые вопросы непосредственно по тексту, то сейчас очень много иллюстративного материала, по которому дается задание, информацию нужно найти оттуда. Сейчас много заданий, которые проверяли бы и формировали умение у детей искать нужный ответ и самим добывать знания. Мне кажется, вы большой экспериментатор. Вот первое впечатление, которое сложилось у меня, по крайней мере, о вас. Может быть, я сторонница новых технологий, которые вводятся в педагогики, как только появились компьютерные и информационные, скажем так, технологии, то я решила использовать их в своей деятельности и думаю, что достаточно успешно, поскольку, да, мы с вами понимаем, что информационные технологии – это все способы обработки информации, в том числе и с компьютером, а современное оборудование школы, модернизация, которая проходит у нас в стране, позволяет нам использовать ее на высшем уровне. Ну, а сейчас все-таки о конкурсе. Какое количество лучших учителей приняло в нем участие? Где он проходил? 29 педагогов представляли свое педагогическое мастерство, и 4 педагога были непосредственно из Рязани. Конкурс проходил основные его этапы в 14-й школе. Хочется выразить благодарность Гуськову Виктору Викторовичу, который организовал все это, подбадривал участников. И та дружелюбная обстановка, которая была в школе, помогала нам преодолеть свои волнения, может быть, даже страхи, сконцентрироваться на уроках, поскольку все было очень хорошо организовано. Как вы готовились к этому? Я думаю, что чувствуешь себя, наверное, ученицей, потому что что-то учишь, что-то вспоминаешь, пытаешься как-то себя вот преподать красиво, эффектно. Да, не что-то учишь, много учишь, повторяешь все, да, можно представить себя в роли ученицы. Но если я пришла в этот конкурс, каким образом? Через школьный конкурс. Сначала у нас был в школе, в октябре месяце, школьный конкурс «Учитель года школы», где не удалось одержать победу. Там все слави, там веселение. Достаточно, но тем не менее доли волнения было. И эта победа позволила мне пойти дальше, принять участие уже в муниципальном этапе конкурса, где соперники были из разных школ. И опять-таки, да, смотрели друг на друга, перенимали опыт, учитывали свои ошибки. А вот, кстати, главная ошибка все-таки какая? Вы же сделали работу над ошибками, несмотря на то, что победили. Я после муниципального этапа просто внимательно изучала себя, что я сделала, может быть, немножко не так, где я не дотянула. И анализировала опыт тех коллег, которые стали победителями и призерами. А в чем сами этапы заключались, что нужно было сделать? Представление опыта работы, обязательно учебные занятия и разговор с учащимися. Но на региональном этапе было добавлено два конкурса. Это публичная лекция и беседа с родителями. И что из этого самое трудное и каверзное? Ну, наверное, не трудное, а самое емкое, решающее, которое позволяет судить о педагоге, это учебное занятие, где учитель должен продемонстрировать не только свое мастерство педагогическое, но и получить какой-то результат от детей, чтобы они в эти 30 минут смогли получить знания и показать в конце урока, чему они научились, что они узнали. Это был ваш родной класс или совершенно незнакомые дети? Это были совершенно незнакомые дети, это ученики 14-й школы, очень добродушные, очень внимательные. То есть они вас увидели первый раз? Они меня увидели первый раз, и у нас с ними был урок общества знания, но на этом уроке мы с ними повторили и литературу, и историю. И дети, в общем-то, себя проявили очень хорошо, очень много знают. Было приятно, что они меня поддержали, помогли своими знаниями, которые получили от своих учителей. Мы с ними думали в одном русле, скажем так, потому что их рассуждения тоже были достаточно интересными, но получилось, что мы единомышленники были на уроке. Зачем вот такие эксперименты нужны детям? Вот казалось бы, да, вы свой уровень оцениваете, вас коллеги оценивают, то есть вы как бы что-то друг от друга перенимаете, а вот дети, которые участвуют, для них это тоже мини-стресс в любом случае. Ну да, наверное, конечно, мини-стресс, но в любом случае, наверное, дети тоже себя чувствуют немножечко в другой, применяют на себя немного другую роль, где они встречаются с новым учителем. Каким образом они выйдут из этой ситуации? Да, вот эти коммуникативные компетенции, я думаю... Им поступать выше. Конечно, им жить и дальше, общаться. Стоит ли комплексовать и молчать на уроке с учителем, которого ты не знаешь, или продемонстрировать свои знания. Я думаю, что это тоже большой плюс для детей. Сейчас в вашем стиле преподавания что-то поменяется? Может быть, вы извлекли какой-то урок и будете применять вот эти знания в дальнейшем? В любом случае, в методике преподавания, как у меня, так и у всех педагогов, что-то будет меняться. Это диктует само время. Так что здесь изменения однозначно. Но уточнить точно, какие и каким образом, это сказать сложно. Ведь преподавание зависит не только от меня, именно от того класса, в который я прихожу. А все классы разные. И каким образом один и тот же урок построить в трех-восьмых классах, это уже, конечно, будет зависеть от меня и от них. А вы впервые участвуете в чем-то подобном? Или были другие конкурсы, фестивали, может быть, какие-то научные работы? Нет, в подобных конкурсах я не участвовала. Здесь, в общем-то, первый раз. И такой благополучный исход. Но вполне возможно, что это даст толчок к дальнейшему моему развитию. Я не против. Вы преподаватель, у которого есть за плечами опыт и работа над ошибками, и многое другое. Что бы вы сказали молодым специалистам, которые сейчас получат дипломы, отправятся в школу, сейчас очень требовательные дети. В первую очередь, любить детей. И постараться увидеть в каждом изюминку. И все их недостатки превратить в достоинства. Тогда все получится. Замечательная точка для программы. Я напомню, у нас был победитель конкурса «Учитель года». Это была программа подробностей. До встречи. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка. Импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова